Доброе утро, мои хорошие! С вами Акеймили, и сегодня я начинаю для вас снимать очередной новый влог. Я, кстати, под прошлым влогом заметила, что девчонки писали, что я выбираю какой-то неудачный ракурс, и я выгляжу очень уродливо. На самом деле, я с вами согласна, реально. Я не знаю, как взять камеру, чтобы я как бы вышла посимпатичнее, я не знаю, но я согласна с вами вообще на все сто. В общем, вчера я сделала себе ноготочки вот такие вот. Очень мне нравится. Я поставила опросник в инстаграме сделать синий или какой-то молочный оттенок. Я думала, что молочный зеленый у меня есть, оказывается, он испортится. Вообще, скажу вам так, гейлайки светлых оттенков, особенно белые, очень быстро портятся, поэтому не покупайте в большом количестве. Я просто раньше занималась этим, поэтому вынуждена была покупать очень много, чтобы для клиента был выбор, так скажем. Я только-только встала, сейчас нужно собрать мою постель, вот, пойти помыть голову, и я буду снимать для вас мукбанг. Так, как всегда у меня здесь этот удлинитель. Кстати, вчера увидела видео, что типа Тимати и Хабиб Нурмагомедов, они поругались. Оказывается, это произошло, не знаю, год назад. Я думала, как я об этом не знала. Обычно все новости интернета я узнаю первое, и всем своим знакомым говорю, а ты знаешь, кто с этим поссорился? И мне сразу задают вопрос, а кто это, а кто это? Если вы тоже всегда в теме, ставьте лайк. Так, иногда подругам говорю, ой, какое видео у Ивлеевой вышло. А у меня подруга такая, а кто такая Ивлеева? И я такая, господи, как можно не знать Настю? Вот такая вот красота у нас получилась с мамусиком. Это мороженое собственного приготовления сделали дома. Буквально из трех ингредиентов. Получилось очень вкусно, даже вкуснее, чем пломбир, который продается в магазине. Обязательно приготовьте. Ссылочку я вам оставлю на рецептик. Обязательно переходите. Она настолько приятно пахнет. Я специально взяла крупную для мукпанка. Мамочка сделает этот крем. Я буду снимать для вас мукпанк. Так, я похожа на лысую девочку. Я переоделась. Мама ненавидит мою ту кофту, потому что я похожа на мужику. Но я согласна, но для меня самое главное в домашней одежде, чтобы было удобно, чтобы было просторно. Я не могу носить вещи, которые, например, очень сильно облегают дома. Не могу. Так, нужно нанести тон. Я вам показывала. Это римль. В общем, сегодня мы хотим пойти в супермаркет. В большой, но немножко далеко находится от нашего дома. Браво! И закупиться. Если мы все-таки пойдем и вечером хотим пойти, я вам там поснимаю. Я хочу купить себе стаканчик, который видела в позапрошлом влоге. И вообще какую-то посуду. Очень много всего нужно. Из-за карантина невозможно купить. Даже одежда. Ничего нету. Все уже износилось. А в мукпанках видео нужно что-то красивое одевать, чтобы смотрелось симпатично. Смотрите, какой плотный тон получается. Наносим. Значит, сейчас пойдем в супермаркет. Вот. И я хочу пойти вот в этих вот брюках. Мама говорит, что они домашние. Одень что-то нормальное. Одень что-то стоящее. Кстати, офигенная палетка. Не в тему, но да ладно. Вот так вот. Забрала. Уборочка произошла. Сейчас с мамой идем закупаться продуктами. Наконец-то я выхожу из дома. Кстати, надо отправить смс. Я вам говорила, что у нас такая система. Если хочешь выйти из дома, ты должен отправить смс. Получить пропуск и пойти даже в магазин. Только мусор можно выносить без пропуска. Вот такие вот парфюмы здесь я уже купила. Купила в Миннесо. Очень приятно пахнет. Такой сладкий. Дома вам подробно покажу. С таким этим цветочком. В прошлом блоге я вам показывала такой фиолетовый стакан. Сейчас его, к сожалению, нет. Не знаю, розовый брать или нет. Но очень хочется фиолетовый. Стоит вон три моната двадцать девять. Выбор большой здесь. На торгах. Думаю, что можно прикупить для мукбанка. Смотрите, какое мимишество. Подносик. Поставила перед собой и кушаешь. Цены нет. А, есть. Вот цена. Подносик. Тоже очень аппетитненький. Классный. Здесь вообще огромный выбор. Только, чтобы класть ложки. Но я думаю, что очень классно подойдет для сережек. Вот так вот повесил. И смотришь, какие сегодня надеть. По мне идеально. Какие милые конфеты. Если родилась дочка, дарим такую. Родился пацан, дарим такую. Прикольно, да? Классно. Арматизованные свечки здесь есть. Обалдеть просто. Обалдеть. Очуметь. Еще вот здесь есть такие классические. Очень люблю свечи. Но всегда боюсь делать пожар. И вот такие. Я увидела своего родненького. Имбирь. Имбирь. Родной как ты. Нормальный. К сожалению, нету. Здесь есть только грибной и чесночек. Здесь, кстати, есть вот такие вот детеныши осьминога. Но я хотела бы без креветок их взять. Но здесь нету, видимо. Не знаю, брать или нет. Самая любимая. Как здесь папа? Пришла домой очень-при-очень устала. И вот такой вот парфюм. Он сладкий. Обалденно. Здесь 50 мили. Хотя кажется, знаете, такой маленький тюбик. Не знаю, я в восторге. Такой прозрачненький. Еще прикол, знаете, в чем? Вот так вот крышку вытаскиваете, и получается цветочек на крышке. Обычно этот вот цветочек всегда болтается туда-сюда. Вот так вот мы закупились. Здесь у нас йогурты. Я буду снимать для вас видео. Лучший йогурт клубничный. В общем, купила разные, которые там были. Долго стояла. Думала, что как почем. Здесь мои любимые крабовые палочки. Как всегда, лошадиная доза. Побольше. Побольше. Такая, кстати, штука стоила 7 монат. Вся она. Я специально на кассе посмотрела. Здесь у нас, значит, сердечки. И что, мам? Все. И печенка. Будем снимать для вас мук-панк. Может, даже рецепт. Купила черный хлеб. Хотя мама у нас всегда печет. Но что-то я соскучилась по-черному. Здесь мыло в таком большом объеме. Я думаю, что будет пахнуть обалденно. Болгарские перцы. Здесь у нас еще должен быть англот. Семечки. Сметанка. В принципе, я вам могу так сказать. Знаете, цены не очень сильно отличаются. Если идти в Браво чисто для экономии, я бы не сказала, что прям сильно сэкономите. Такая вот штука, чтобы чистить стекла. Альпингольд. Две штуки. Одна там. В общем, здесь еще сыр у нас. Твердый кетчуп. Еще один кетчуп. Кстати, вот слобода. К сожалению, не было сырного. Пришлось взять этот. Копченая курица. И вот два напитка. Вот и все наши покупочки. Быстро кушать. Проголодалась просто как зверь. Черный хлеб. Соскучилась я по нему. Хотя вот мама у нас печет. Корейская морковка. Сердечки. Печенка. Огурчик. В общем, приступаем к еде. Здесь, значит, курточка моя. Мы ее постирали. Уже уберем под кровать. Потому что уже апрель. Конец апреля. Хотя погода ужасная. Даже не скажешь, что апрель. Мы просто уже убираем зимние вещи. Если честно, она немножко потускнела после стирки. Хотя стирали только ее. Вот. Очередной раз убеждаюсь, что не надо покупать белые вещи. Но я вам сейчас хотела не это показать. Я вам хотела показать мою винеточку. А точнее, не совсем винеточку. Нет, смотрите, я здесь такая страшная. Ужас прям какой-то. Смотрите на мои брови. Какие брови. Я вам хотела показать, как я похудела. Вот. Вы видите, какая я здесь полная. Мой живот пока. Да и вообще, из лица видно, что я прям как булка. И вот такой вот у меня прикид. И получается, буквально месяц прошел, и я стала такая. Вот некоторые под моим видео, где я рассказываю про похудение. Как я за 40 дней похудела на 13 килограмм. Люди не верят. И мне сейчас немножко обидно. Вот доказательство. Посмотрите, какая я здесь. Вот эта фотосессия была месяц назад, может полтора. А потом была вот эта фотосессия для винетки. Мы фотографировались. И вы видите, какая разница большая, колоссальная. Еще я перекрасилась. Этот дурацкий рыжий цвет мне совершенно не подходил. В общем, как-то так. Кто подписан на мой инстаграм, тот уже это видел. Я в инстасториз выкладывала. Но так как не все подписаны, решил и во влоге это вам показать. И попрощаться с вами. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на инстаграм. Пишите клевые комментарии. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эмири. Всем пока.